Добрый, добрый, добрый ночи, дорогие друзья! У микрофона друг, это студия игрокам ТВ при поддержке Team Empire. Мы начинаем трансляцию между матчем, между командами Empire и коллективом MVP Phoenix. Это сетка лозуров, второй раунд, куда Empire свалились после поражения в сетке винеров от коллектива LGD China. Одного, как по мне сейчас, из фаворитов данного турнира по той игре, которую LGD China показывает. Empire показали потрясающе крутую игру на самом деле против LGD, но не вывезли просто напор китайцев. Там сложновато было сражаться, потому что Ксяуэйт во-первых, Ксяуэйт во-вторых, Ксяуэйт в-третьих. Да и ребята, которые с ним тоже не случайно в доту зашли. Ну и команда MVP Phoenix, нынешний соперник Team Empire. Empire упали сразу во второй раунд сетки лозуров. MVP Phoenix у нас наказали команду Newbie. MVP Phoenix отправили чемпионов прошлого International. Пускай не в том составе, но тем не менее имя-то громкое и звучное. Отправили первыми на 16-ю позицию. И MVP Phoenix, по идее, должны быть на плюс морали. Но они должны понимать, что вперед идти это достаточно дорого. И за это стоит бороться. Конечно же Team Empire тоже прекрасно все это понимает. Team Empire, естественно, должна быть хорошо заряжена в этом вопросе. Потому что прошлый матч против LGD показал, на что способна Империя. И каких успехов Империя могла бы добиться, если бы где-то чуть-чуть там дожать, додавить. Выиграть у LGD и дальше идти на CD было бы очень даже удобно. Но с другой стороны, Empire не были фаворитом этого турнира в целом. И по всем адекватным прогнозам и аналитике, в сетку лозуров все равно в какой-то момент пришлось бы падать. Если идти в финал, то уже по сетке лозуров придется Team Empire. Ну и команда Empire на данный момент забирает себе Квапу и Винтерн Виверн. Резолюшн будет играть на Квапе, как мне кажется. Хотя, может быть, и Сайвенту отдадут. Все зависит от третьих-четвертых пиков. Вич Доктор от Team Empire. Не знаю, может тут какая-то будет интересная страта. Команда MVP Phoenix взяли себе Виспа и взяли себе Бристлбека. И это я наблюдал тысячу раз вообще от команды MVP Phoenix в азиатских турнирах, не китайских. Напомню еще раз, MVP Phoenix это корейский коллектив, Южная Корея. И Марш плюс Фэби, это Бристлбек плюс Висп, очень часто пикабельная комбинация для команды MVP Phoenix. Почему Виспа не забанили, кстати, вопрос. У Мни Найта забанили игроки Empire. Хотя Виспа первым баном отправлять, согласитесь, немножко странно. Когда есть андайинги, когда есть Баунти Хантер или Шраки, Гирокоптеры. Конечно, не Виспа же банить первым делом. Ну и Templar Assassin от MVP Phoenix. Вот теперь, кстати, очень жесткая комба уже MVP Phoenix получается. Функциональная темпларка такая, которую хрен пробьешь. А еще и под Виспом. Бристлбек тоже очень грубый, злой. И пока надо думать, чем вообще все это контрить. Когда у нас будет фармить и в лейте разваливать. Это и правда очень важный вопрос. Ну и кстати, друзья, сейчас вот эта, собственно, бойня, которая будет происходить, это будет игра за выход в восьмерку сильнейших коллективов. Восьмерка. Это уже очень много восьмерка. Это я вам сейчас точно скажу, сколько только что я наблюдал. Восьмерка это 800к. 800 тысяч долларов. Восьмерка это, знаете ли, хорошее число, мне сейчас кажется, прям совсем хорошее. Есть за что бороться 100%. Этот интернешнл не оставляет на самом деле каких-то сторонних мыслей. Типу престиж команды. Я все это прекрасно понимаю. Престиж команды это хорошо. Престиж команды он и на саммите, престиж он и на Mars TV, престиж он и на MLG Pro League, которую выиграли Empire. Престиж, но такие чокнутые призовые, согласитесь, престиж отходит как-то плавно на второй план. Это самый дорогой турнир за всю историю киберспорта. Разор в пик Team Empire. И Фениксы должны банить последнего героя. Что вообще есть у Team Empire? Queen of Pain может быть мидлейн, а может быть все-таки для Сайлента данный герой. А Разора могут в мидлейн отдать резолюшн, тоже как вариант. Надо понять еще, MVP Феникс могут Темпларку... Нет, Темпларка скорее всего будет стоять мидлейн, а Бристлбек... Может и в харду пойти вместе с Веспом и Леоном. Такое у MVP Феникс практикуется, причем повсеместно. Потому что если Брист бывает, что идет и в мидлейн вместе с Веспом, ну тогда Темпларку надо отправлять куда-нибудь подальше. Нага Сайрон в бане от MVP Феникс. Разор тут с Нагой не зайдет. Но и оффлейнера нет у Team Empire. Если это не Квапа, хотя и Йоку играл на Квапе, тоже как вариант. Тут, конечно, Empire перемешали полностью в голове абсолютно все, все понимание. И всю концепцию стояния на лайнах. Если Квапа обыкновенный герой для любых команд, это мидлейн герой, то для Team Empire это может быть герой для Сайлента, это герой может быть для Резолюшна, и может это быть герой для Йоку. То есть и харда, и легкая, и мидлейн. И съедила моя голову, куда они взяли Квапу, зачем взяли Квапу. Пофиг, главное, чтобы зашло на самом деле. Тут топим за... Ну, как бы буду откровенна, топлю за Empire просто сейчас как бешеный. Во-первых, потому что просто один из интересных мне коллективов, во-вторых, потому что это СНГ коллектив. Еще бы я за корейцев не добил в данном противостоянии. Брудмазер. Брудмазер отлетает... в бан от Team Empire. Лина в пикам Эпифеникс. Комплектация тут, конечно. Скиллов в триллион просто. Леон, Лина... Вист, Темпларка. Много всякой ерунды и непонятно. Где-то она магическая, где-то она физдэмэдж чокнутый, как и Темпларки, например, и Бриста. И обезопаситься придется от всего на свете. Ну и два саппорта плотненьких у команды Empire. Вичдоктор это круто. Винтерн Вивер тоже крутотень, конечно. Но Эмпайрам надо еще одного бьющего героя. Ну, пока не вижу героя для Йоку, на самом деле. Не думаю, что Квапа где-то куда-то могла бы туда заходить. Под Разора. Кто бы вообще это мог быть? Шторм Спирит от Team Empire для Резолюшена. Вот вам и пожалуйста. И, по-моему, Йоку будет играть на Квапе. То, о чем я говорил, ну... Да, Сайленд забирает Разора, Йоку будет играть на Квапе. Ну, Квапу берут в легкую, Квапу берут в мидлейн. Тут на тебе, Эмпайр берет Квапу в харду. То есть, вообще, абсолютно неразбериха. Поэтому я и стараюсь догадки по этому поводу никакие не строить. Ну что, пожелаем удачи обеим командам. Конечно же, кулаки сжали за Эмпайр, безусловно. Ждем, верим, надеемся и болеем. И начинается противостояние в формате Best of Three. Победитель покидает турнир где-то на позиции с 12 по 8. А победитель отправляется в восьмерку сильнейших команд. И дальше по сетке лузеров будет двигаться и бороться за следующие места. А цифры растут там просто как на дрожжах. И надо, естественно, тут поднажать всем и каждому. Ну и, мне кажется, во многом будет зависеть от напора команды Эмпайр. Заходить куда-то в лейту, размениваться тронами. Это все не вариант для Империи в данном случае. Потому что, потому что, потому что Висп. Этот Висп вместе с Маршем, они столько тронов похоронили на самом деле. Причем абсолютно манся где-то вокруг трона. Бегая здесь, в спреями поливая, убивая параллельно. Параллельно героев убивает трон. Это, конечно, затягивать против них игру нельзя. Они очень скользкие типы. И Фэби, и Марш. Это классическая схема. И более классической схеме. Я вообще, ну, более такой... Привычной. МВП Феникс нет. Кроме как Висп плюс Бристалбэк. Это я говорю точно. Я на этих азиатских турнирах с ума сходил последние полгода. Сайлент на Аразоре. Алоха Дэн забирает себе Винтерн Виверн. Резолюшн. Это Шторм Спирит. Йоку будет играть на Квин оф Пейн. У него это получается очень даже хорошо. И Олвейс Вина Флай играет на Вич Докторе. Со стороны команды МВП Феникс. Натс будет играть на Леоне. Фени будет на Лине фармить. Это Керри Лина. Кио на Темплар Ассасин. Фэби на Виспе. И Мардж будет играть на Бристалбэке. И нижний лайн для Фэби сразу, чтобы приобретать Боттл. Все для этого. И Резолюшн спокойно забирает руну на нижнем лине. Резолюшн уже приобретает себе... Резолюшн уже приобретает себе Нул Талисман. Все это для фарма. Для того, чтобы перефармить. А здесь Кио, кстати, будет под протекцией Фэби или нет? Фэби отсюда уходит. Фэби принес себе Боттл и полетел на топ к Бристалбэку. У Флая нелегкая задача. Вы представляете, что такое Вич Доктору против Бристалбэка здесь сражаться? У которого бесконечная мана. Сайлент уже пошел за Марш. И статик линг в Марша. И Марши пытаются подстопить. Полетели кокосы ему по голове. Марш без демеджа. Сайлент еще один удар. Ну, здесь просто 20 хп уходит. По Тавр, конечно, не вариант был здесь. За Бристом Брист заплевал бы и отхилился, и размансил, и убил бы Сайлент. Это все понятно. Ну, теперь без хилинг цело. У нас в итоге Марш прыгает на мидлейн Фэби. На Резолюшн здесь Алоха Дэнс. Здесь неподалеку. У него есть уже Артик Берн. Ну, и Резолюшн проседает по хеллспойнтам. В принципе, здесь хилинг цело есть. Ну, и надо второй левел получить Алоха Дэнс. Потому что приятного здесь, конечно, мало. У Резолюшна второй левел. У Кио второй левел. В это время внизу к Фене на линии. 5 на 0 против него Йоку. 4 на 1 у Йоку. Тоже нормальная ситуация. И Натс пошел водить отводы. Йоку прослышал об этом. Пошел разбираться с крипами. Ну, немножко здесь подпринафармил. У Резолюшна 5 на 0. У Кио 9 на 4. Ох, ох, ох. Вот это многовато как-то. Поскромнее надо себя вести немножко Кио. А то не провоцировать, ребят. 2 минуты сыграно. По голде Эмпайр. Ноль вообще. По экспириенсу МВП впереди на 400. Бест оф 3, не Бест оф 1, как вчера. Нет, не Бест оф 1, как вчера. Бест оф 1 это только первый раунд сетки Лузеров, чтобы отсеять 4 команды, которые займут с 16 по 12 место. Это первый этап сетки Лузеров. Оф, так, Фэби лохэпэшный Сайлент. 84 дэмэджа. Можно убивать Фэби. Фэби в таверну. Пошли дальше за Маршем. Цеплять его. На него еще и повесили проклятие. Марш тоже в таверну. Минус 2 от команды Эмпайр. Даблу из этого виспа дотошного и такого же дотошного Бристлбека. Команда Эмпайр отправляет в таверну. В это время Резолюшн на Медлэйне проседает. Но тут немножко осталось совсем Шторм Спириту до приобретения батлы. У Алоха Дэнси пока еще нет Кулден Брейс. Может как-то пора уже. Все, Резолюшн понес себе батлу. Кио вместе с Фэби перемещается на Медлэйн. Пока счет 2-0. Команда Эмпайр выходит вперед. Тысяча по голде и по экспириенсу. МВП впереди. Удивительно, но факт. Друзья, сейчас все игры до конца Интернешнала будут best of three. Только гранд-финал будет в формате best of five. Все остальное будет до двух побед. Ну и Резолюшн 12 на 0. Кио в это время 20 на 11. Темпларка тут гораздо лучше показывает Крипстат. Ну и Реза, конечно, под пси-блейдами здесь очень терпит. От кио у Темпларки ситуация немножко попроще здесь. Так, опять проседает по ХП марш. Флай и Сайлент снова быкуют. Все в порядке. Нул Талисман есть для Йоку на сложную. И тапок. Не пойми чей тапок. Так, Йоку с Кфеней решил подраться. Ну а почему нет? Почему нет? Здесь же все было в КД. Лайтстрайкер и был, конечно, у Лины. Квапа с пятью всего лишь зарядами. Мэджик Ван Даббла. Ну, кстати, зря. Сейчас непонятно, как вообще Йоку подходить теперь. Клини на нижний лайн. К Фене уже почти шестой левел есть. Йоку, кстати, рискует здесь. Потому что как только появится Лагуна Блейд, там вообще дело не постоит. Курьер прилетает к Йоку. Натса вряд ли видят. Хотя нет, видят, видят Натса. Вот стоит Вард. Все прекрасно видно. Йоку знает, где Натс. Ну, не палится пока что знает. Йоку уже блинкует, отменяет, блинкует, отменяет. Натс не должен дотягиваться Хиксом. Рейндж Хиксом малюсенький. И подкоп тоже маленький. Если поймают, конечно, распилят. К Фене уже почти шестой левел. Так, на мидлейне замес. Кьюо в это время 29 на 14. Резолюшн 18 на 2. Здесь как дела на топе. Сайлент 17 на 9. Марш 7-0. Марш тут вообще на отдыхе. Третий левел Винтерн Виверн. Ничего не прокачал? Да, ничего не прокачал. Плюс 2. Это просто от Айрон Брэнш. Картик Берн пошел по Кьюо. У Кьюо рефракшн спадает. Кьюо под Тавером за резолюшиным. Ну и Кьюо, кстати, нормально так по ХП проседает. И Тавер его пилит. Рефракшн не так-то скоро будет. Можно и попробовать Кьюо завалить. Рефракшн от Кьюо. Алоха Дэнс начинает терпеть. У-у-у-у из муда. Как больно. Кьюо Лу ХПшный. Ух, тут, конечно, танцы между Эмпайр и МП Феникс. Обе команды прекрасно понимают, что это могут быть самые крупные деньги, которые они когда-либо выигрывали в своей жизни. В истории вообще коллектива, в истории вообще организации. Поэтому, конечно, борются. МП ХОТ СИКС уже покинул данный турнир, закрепившись с 13 по 16. Айджи отправили их туда на отдых. Так, Алоха Дэнс, Лу ХПшный. Натс прямо через Тауэр. Вот это да, вот это я понимаю. Резолюшн с хайграунда по Натсу. Натс в Таверну. 3 в 1. 3 в 1, точнее, становится счет. 1 в 1 разменялись. Ну и нормально. Нашли чем ответить. Игроки команды Эмпайр, 6 минут сыграно. 258 от Империи, 206 от МВП. Марш опять проседает по ХП, но это на крипахах. Кто знает об этом? Никто об этом не знает. Так бы Маршу, конечно, тут лицо подраскроить бы немножко. По голде. МВП Феникс впереди на 500. Что за... Что с графиками случилось-то? Откуда? 1-3 ведет в Эмпайр. Это, видимо, личные, да, штукенции. Ну, здесь 3000 у Кио, у Резолюшна 2400 и Сайлент 2500. Ну и 2200 к Фени. Странно вообще. Неужели Натс вроде сильно отстал? Фейби, Марш. Я не понял, что вообще случилось с графиками. Почему все так? Вроде 1000 выигрывала Эмпайр, и так, чтобы сильно просесть по фарму, не замечал этого. И по крипт-стату достаточно ровно тоже все. Понятно. Кио остается на линии. Выгнали Резолюшн отсюда. Резолюшн на лоу ХП. Пора Лохит Дэнсу с Кулден Брейсом что-то сделать. Нет, у него через Сплинтер Бласт. Верно раскачивается. Натс опять, видимо, будет заходить в спину Резолюшну. Резолюшн его увидел. Так, Кио. Дальше за Резолюшном. Шестой левел есть, если что. Ну и Натс выходит в спину. Резолюшн сейчас, если в Хекс попадет, он здесь и останется. Да, Хекс пошел по Резолюшну, и Резолюшна разрывает. Тесларка забирает этот фраг еще из-за Лоха Дэнсом. Артиклерно от Виверны и через деревья. 2-3 становится счет. На Резолюшне подняли 480 голды. Там опять Марш терпит. Как дела у Сайлента? 38-17 проигрывает Кио. Кио, конечно, просто жесть, как фармит. Все у Кио очень хорошо складывается. И проперло Кио еще и на руну. В батле Редженерейшн для Темпларки. И вот, собственно, чем она сейчас будет заниматься. Рефракшн есть. Дэмэджа много. Все блейды прокачаны, поэтому просто бей. Бей, бей, Андрюша, бей. 750 випе золота. И по экспириенсу немножко впереди Team Empire. Резолюшн тоже там по стакам. Немножко прошелся. Немного остается у него до приобретения ПТ. Сайлент в это время с ПТ уже бегает. Есть у него Ринго Фриген. И Сейдж Маск. Это все... Это скорее всего в Шмеку. А Сейдж Маск это... Ринго Факвила. Здесь псевдоиды очень жесткие. Залетает в Резолюшн. Резолюшн уже лохэпэшный. Алоха Дэнс пытается мансить. Под стопили Кио. Прыгает Резолюшн за Кио. Кстати, очень аккуратно. Надо быть Резолюшн. Но Йоку пришел и просто на двоих наорал. Я пропустил момент, как Йоку заходил в спину. Но тем, в принципе, веселее случилось. 5-2. 870 голды. 1050 экспириенса. Поэтому и мансил там Резолюшн. А я думаю, чем они занимаются? Что это за... Черт возьми. А это, оказывается, ждали, когда Йоку подойдет и просто в спинку накричит. Минус 2 от команды Эмпайр. Счет становится 5-2. И на данный момент Эмпайр должны по голде вести. Да, графики поменялись. Все в сторону Империи. По экспириенсу 700 тоже в пользу Team Empire. 8-й левел у Йоку. Как там дела у Кфени? У него тоже 8-й левел. У него есть ПТ. У него есть Сейджмаск. Тысяча голды на руках. Скорее всего, Юл. Квапы тоже от Йоку частенько бывает Юл. Пока непонятно. Пока что квапа еще без ПТ. Ну, Талисман есть. Боттл есть. Маджикрон тоже есть. Выбирается в лес. Команда Эмпайр. Будут забирать здесь Кфени. Крайней мере, должный Резервшн прыгает на Кфени. Пошел. Артекдор на Саталоха Денса. И просто развалило. Еще один килл от Йоку. Йоку уже. Келлингс пристрик имеет. Приобретает ПТ он. И ПТ приобретает Бристлбэк. Десять с половиной минут сыграно. Шесть-два счет. Триста пятьдесят по голде заработали в этом файте Империя. И тысячу по экспириенсу они уже ведут. Вот Абрама. Пять Кио. У нас он Аплай. Десвард Кио. Кио подстопило здесь немножко кокосом. Еще одни кокосы по Кио. И под Мередиктом Кио должен же умирать или нет? Будешь ты умирать или нет? А Сайлент дальше за ним. Уже фуловый Кио. Сейчас Сайлента просто расковыряют. Могут, по крайней мере. Каски есть. Все, полетели каски по двоим. Сайлент разваливает Кио. Резолюшин уже здесь. И Фэбби тоже в таверну. Минус три от Тим Эмпайр. Девять-два становится счет. По голде тут нихрена непонятно, что случилось. Но случилось что-то хорошее, точно вам говорю. Штот восемьдесят голды, восемьсот шестьдесят экспириенса. И одиннадцатая минута становится очень даже полезной для Тим Эмпайр. В целом по голде 2К и по экспириенсу 2,5К в пользу Тим Эмпайр. Как там поживает Маш? У Маши сорок один на ноль. У него пауэртретс есть и в принципе в Курьере ничего больше. Фэбби 0-2. Матч 0-1. Тим Пларка 2-2-0. Хотя начинала прям таки, скажем, чудесно. Йоку там идет 3-0. Резолюшн идет 2-1. Три. Асистович Доктор. Вот это тоже не сливается. Йоку, кстати, зря этим занимается. Хотел, видимо, немножко подхарасить и задуть Фэбби. Тоже как вариант. Вот у скиллов своих жалеть никоим образом не должен. А где Алоха Дэнс, кстати? Алоха Дэнс один раз нафидел на 12-й минуте. Хо-хо-хо. Ну, главное не напомнить. Не программировать вселенную. Вселенную Алоха Дэнса. Так, Йо, ведь это Алоха Дэнса. Вот только поговорили об этом. Но это, наверное, моя вина. Отчасти Виверну развалили. Три-девять становится счет. И вот здесь в спину заходит команда Эмпайр. Сайлент уже начинает наваливать Фок Фенни. Очень быстро с ним справились. Одним лайтстрайкерам обойтись, конечно, и Феникс не могли. Олбассон офлай нарезают за это время на лоу-граунде. Йо, есть ли чем просветить, кстати. Или в мэлт уйдет у нас Йо. Нет просветки, поэтому Йо, по идее, должен уходить. Да и хоста у него еще. Прыгает. Но, скорее всего, за Натсом надо здесь прыгать. Лоу-хпшный Натс. Натса должны убивать Натс в таверну. 4-11. Два в два размен. Наверное, в пользу команды МП Феникс. У Сайлента произдан Eye of the Storm. И Разур улетает на топ-лей. 4-11. Эмпайр пока держится бодрячком. Два с копейками выигрывали по золоту. Теперь до полторы. И по экспириенсу два в пользу Team Empire. Ну и Сайлент через Плазмофилд. Марша тут настреливает хорошенько. Чейнмейл есть у Марша. И, скорее всего, это будет Мекка от него, я думаю. Или, или, или. Или это будет... Кримзонглард. Тоже как вариант. Центральную линию перемещается Resolution. У него уже есть Soul Ring. У него есть Power Threads. Есть Noll Talisman. Сайлент напиливает по тавру. У него плюс 112 демэджа. По идее, не должны здесь заданойти. Какие команды МП. А вот так хитро можно и заданить. Кио тоже здесь. Будут байтить на этот тавр. Не надо вообще к нему прикасаться. Под смоками все. Сайлента ловят. Из Мелда наваливают по Сайленту. Каски полетели. Алоха Дэн здесь не должен оставаться. Потому что здесь простовато. Кио, Соник Вейвом. Где Кио? Он на орал. Кио на Темпларку. Темпларка в таверну. Фэбби развалили. Флай еще живой. Удар последний по Флайу. 2-2 пока размен. Прилетает Resolution на Нац. Нац в таверну. 3-3 размен. Фенни лоу КПшный. Резолюшн дальше за ним. Подстопил. Подсловил. Булатник есть. Фенни, по идее, должен умирать. Йоку четвертого отправляет в таверну. Марш. Начинает наваливать по всем. Сюда уже летит Фэбби. И Фэбби сейчас с Маршем просто расковыряет здесь Йоку. Йоку быстренько ТП аут отсюда. Не успевает Йоку уйти. И через Виспо Фэбби просто круто вообще. Отыграл 4. 4 размен. Но при этом байбэк был от Виспа. Resolution остался живой. И это огромнейший плюс. Все остальные умерли. Это огромнейший минус. 8-15 по голде в пользу команды Empire. Тут 280 всего выиграли. А по XP больше заработали MVP Phoenix. Ну и графики на 2К в пользу Империи держатся. Но Виспо здесь просто забожил с этим байбэком на самом деле. Да и через Спиритов. На таких соплях абсолютно ловил Квапу. И был шанс уйти. У Йоку если бы ушел совсем другая история была. Йоку отдался и многовато денег все это стоило. А у Квапы... Кстати, Кио на мидлейне еще отдается. Так это всегда пожалуйста. Кио молочак. Вот здесь забайтили на Тавр. А здесь Тавр еще стоит. На него байтили, байтили, да не вы байтили. Игроки команды MVP Phoenix. 600 голды Empire зарабатывает на Кио и 1100 экспириенс. Правда Тавр по мидлейну потеряли. И по мидлейну и на топе Тавр потеряли. А у команды MVP Phoenix битый Тавр по миду, но не Денайбл. Здесь Денайбл Тавр. Но туда пока никто не идет. В принципе, по-хорошему подойти бы да и забрать их. Так, флай, марш. Резолюшн запрыгивает на ХГ. А у Резолюшна в принципе по мне все должно быть хорошо. Резолюшн уже должен лететь на марша. На марша прилетели. Полетели каски в него. Мэллидик тоже на нем. И марш здесь рассыпается. Налил, конечно, спреем хорошенько. Но по сути все это достаточно уверенно случилось. Ну и Сайлент забирает еще и Тавр. У Сайлента уже есть Blade of Alacrity. Есть Band of Alvin's Skin. Да яши копейки остаются. Просто рецепт приобрести. У Резолюшна есть Point Booster. Есть ПТ. Есть Soul Ring для Шторм Спирита. У Сайлента поймали. Задули в него. Ну и какого псата тут делал непонятно Сайлент. Ну делал и делал. Резолюшн в инвизи. Йоку. Соник Вейв у него есть. Байтит на себя, видимо, Йоку. Ну и сейчас можно двоих разбирать. Фенни лоу-кпшный. Под ноги себе Лайт Страйкер и Резолюшн. Неужели отвалится Резолюшн? Резолюшн отваливается. И Алло Хабден сюда пришел. Просто Йоку дает пространство для того, чтобы убежать. Команда Эмпайр просто подарила трех игроков команде МВП Феникс. Я даже как-то, типа, они такие... А я такой... Не знаю, что сказать по этому поводу. Два куска золота в Экспириенсе. Тоже по трешку. Надя, ребятки, МВП Феникс что-то слишком гладко все идет. У Йоку есть у них вейв. Я бы туда не прыгал, на самом деле. Лайт Страйкер уже с Даггером. У Темпларки есть Митрилхаммер. Так, давайте по артефактам МВП Феникс пробежимся. Бристалбэк с Меккой. Марш нас собирал. 750 есть на руках у Виспа. Урнов Шадоус, Боттл. Пока нормально. Темплар Ассасин. Блинк Даггер есть. Фейсбутс есть. Митрилхаммер тоже. У нее есть Лина. Вот Кфеникс уже с Юулом. Есть ПТ. Поэтому Рассказ фулов выдавать можно. Еще 11 левел у нее. Леон с Транквилл Бутцами. Очень ровно идет. Команда МВП. Ну и теперь по команде Эмпайр. Разор топнетворс на карте. Мека есть. Есть Яша, Аквила и ПТ. У него 450 на руках у Винтерн Виверна. Но это лохи. Солринг и Транквилл Бутцы. Ну и по мелочи Квапан. От Йоку. Копейки остались до Юула. ПТ есть. Ну и Талисман. Боттл. Тоже всякой мелочи многовато. ВД. Урнов Шадоус. Транквилл Бутцы. И Шторм Спирит. От Резолюшена. Это ПТ. Плэмбустер. Ну и копейки остались. Йоку, а почему ты здесь? Уже один раз ведь так Йоку огребал. Йоку, кстати, никуда отсюда не уходит. Фэби выхиливается. Полный брейс на лоха Дэнса. Фэби лохэпэшный. Не вижу, куда Квапа прыгнула. Квапа дальше прыгнула. Иллюз Резолюшен развалил в итоге Фэби. По кустам бегает марш. Кио начинает нарезать по Флайу. Резолюшен. Где же твоя мана? Как не хватает. Маны Резолюшена. Флай лохэпэшный. Флай. В итоге пытается подстопить Кио. Кио. Еще один удар полностью на Флай. Флай в таверну. Размен 2 в 1. Йоку поднимает у нас Кио. И Кио побежал дальше. У него есть Таэго. Он готов ее разменивать. Сейчас Дезолятор появится у Кио. И проблемы начнутся просто колоссального масштаба. По голде. Полторы тысячи мвп. По экспериенсу 3000 мвп Феникс. Так, мвп в плюсе. Остаются. Как дела там у Розора? Розор что-то подсыпается. Слегка Сэндж. Следующим появится у Сайлента. Укрепляться решил. Ну, здесь вот неприятность эта. В ристлбэк плейте. Будет летать с виспом нон-стоп. Да и Кио, конечно, сложновато будет сейчас убивать. У него уже есть Дезолятор. Его надо контролить. Но это каски. Это Винтерн Реверп с ультом. Других вариантов как таковых я не вижу. Ну, дэмэдж разве что от Розора высасывать. У Квапы уже есть Ио. Догонять, цеплять есть чем. У Кфени появляется уже Пойнт Булстер. Ну и у Бристлбэка 820 на руках. Брист приобретает себе еще и Ринго Фрике. Так, не знаю, что прыгает на Фэби. Должны виспа быстренько расковырять. Висп выживает в итоге. Полетели каски. Ну и Дезвард нашел. О, Отвич до Кролл. Лессон Аплайн на фулл выкастовывает в Марше. Марш под Меледиктом. Марш выхиливается. Сайлент убивает в итоге Марша. Четыре героя команды Эмпайр отправляются в таверну. Бристлбэк в размен на четверых. По-моему, это не очень равноценный размен. 1700 голды. MVP Феник зарабатывает. 4000 по экспириенсу тоже для корейского коллектива. Ну и Резолюшн пока один. Резолюшн на поинт бустер есть. В принципе, здесь уже готов будет Солл Бустер и до Бладстоуна дофармить. Конечно, с QO разбираться не пойми как. Виспа тоже вырезать не получается. Виспа бы заткнуть по-хорошему. Здесь просто надо Сайлентс на Фэби. Чтоб не было никаких тизеров, чтоб не было Виспов, чтоб не было Оверчарджев. Просто Сайлентс и все. И вопрос будет решен. Но для этого же надо собрать его. Для этого Штурм Спирита надо дособирать Бладстоуна, потом заниматься Оркедом. Кто-то должен его заиметь. Или Квапа, например. Вместо этого Юла. Я, кстати, Юл не очень понимаю в данном пике. Кого сейбить, кого спасать. Юл, по-моему, тизер не рвет, если не ошибаюсь. Ну Сайлент по-прежнему с рецептом на Сашу. Сайлентс сейчас с Кио в соло будет файтиться. Под молдом стоит Темпларка. Синик Трэп здесь. И увидели это прекрасно. Леон приобретает себе Даггер. У нас уже нормально расфармленный. Команда МВП Феникс будет выходить на Т2 по топу. 5к, даже 5.5 не выигрывает по золоту. 8000 по экспириенсу. Прыжок нового Сунафлая. Холдомбрейс на него. Сайлент пошел в стадиклинг Кио. Сайлента уже плюс 140. Плюс 168. Нормально. Дамаги насосали. Кио отсюда уходит. Разор нормальный. По демеджам. Хоть иди, я не знаю. Эншент ФБ. Он, кстати, этим, по-моему, и займется сейчас. Пока дамага есть, надо ее реализовывать. Команда МВП в это время на топ-лейне Т2 отбили. Так, у Сайлента 680 на руках. В это время Т2 по нижнему лайну, по топ-лайну разваливается. Но Резолюшин подпушивает Т2 по низу. Но, конечно, не по шансам абсолютно одному это делать. У Йоку 1400 на руках. У Шторм Спирита уже должен быть Бладстоун. Так и есть. Курьером не надо через всю карту нести себе Бладстоун. Это чревато. Через реку, через всю эту ерунду. Всякие Фэби. Всякие КЮО с даггерами. Это же не просто так. У Марш уже есть Вангвард. Есть Мека. В принципе, я думаю, Кримзон Гвард будет собирать Бристлбэк. Тут отхил просто колоссальный от Веспа. Эту аптечку бы разбить. И все. И проблема вообще в процентов на 40 будет решена. Просто разбейте голову Веспу. Которого 1200 хп. Добей его не хочу. И все. И пусть выхиливает сам себя. Через оверчардж, через тизер. Все-все-все на свете. И Залюшин забирает ДД. Марш по топу. В это время Кьюон на нижнем лане. У него уже 3к на руках. Пларка, в принципе, сейчас уже может Яшу себе приобрести. Потом Мантастайл. И там будет больновато. Тим Эмпайр. 17-19. Империя впереди по фрагам. Но по голде проигрывают 6000. А по экспириенсу 7500. Сайвен пошел в лес. Пошел дофармливать себе Сенжин Яшу. Все, Саша готов для Сайлента. Правда, The Storm не будет у Сайлента. Это печаль небольшая. Но, в принципе, и с этим можно справиться. С ПТ на силу. Тут, по идее, 1800 где-то будет хеллспоинтов. Йоку возвращается на базу в это время. Резолюшн. Подпушивает Т2. На него прыгает Натс. Ну и Резолюшн надо просто лететь отсюда. Неужели Резолюшн не вывезет? Прыгает Натс. Дает Хекс под коп. И Резолюшн отправляется в таверну. Кио прилетает и просто разваливает через мэлт своего прямого оппонента. Сайлент. Так как Резолюшн действовать не должен. Да кто знал вообще, да, что Резолюшна так сильно развалят? Ну, надо было это знать. Это как-то предполагать необходимо. Просто не успел прокликать, видимо. Ну и Натс ворвался очень даже знатно. Просто моментально сработала команда ВП. Йокуда Фэби не может добраться. У Фэби есть тизер, кстати. Ну и Фэби нечем остановить. Фэби просто улетает, носит с собой Шадл Страйк. Где этот вонючий Оркет? Ну нафига здесь нужен Агоним? Просто надо затыкать Веспа. По-моему, задача, ну, простейшая, элементарная. Шторм Спирит. Тысяча голды на руках есть. Есть у Резолюшна, Бладстоун, ну и так по мелочи. У Сайлента после Сэнджин Яши 560. У Винтерн Виверн Глимеркейп есть. Ну, Глимеркейп тоже не сильно спасает, например, от Спрея Бристлбека. Такая двоякая абсолютная ситуация. Есть у Квапы уже Пойнт Булстер, есть у Греклаб. Квапа осталось 1400 до появления Агонима. У Резолюшна 1100 мы видели. И Вич Доктор от Always One of Fly. Транквил, Буци, Уртов, Шадоус и Мэджик Мод. Ничего интересного. Здесь и Алоха Дэнса, и Always One of Fly. Два последних места по фарму. Фэбби не очень. Натс, Даггер. Ну, это уже хорошо. Этот Даггер вот только что стоил жизни Резолюшн. И Бладстоун появляется у Квени. Команды ВП по собственному лесу. В это время Эмпайр гуляет в своем лесу, кто на центральной линии. Резолюшн за Курьером. Убивает Курьера. Здесь Кио с Дейдалусом забрал. Все-таки себе Дейдалус. Ну и на опережение уже полетел Весп. Вместе с Кио просто сдувают Always One of Fly. Резолюшн добил Курьера. Не получилось. То есть без Дейдалуса оставить здесь Кио. И Кио пошел на Рошана. И все у него хорошо сейчас получится в этом вопросе. Все, руку забрали игроки команды MVP Phoenix. Они просто сейчас давят. Оппонентов экономически. Ну и по идее географически тоже должны начать давить. 10к по Экспириенсу и 7к по Золоту. Кио уже заходит на хайграунд. Рефракшн Кио сбили. Здесь новый через 2 секунды. Сайлент. Статиклинг пошел в Кио. Кио сразу же. Таггерраут отсюда. Минус 28 всего лишь. Это мало. Поднимают ветра у нас, кстати, Разора. И сейчас будет рассказ по нему от Квени. Так, прыгает Резолюшн. Резолюшн лоу хэпшный. Ходит на хэггео. Резолюшна есть. Еще Манан. Надо просто валить отсюда. Мансить нет смысла. Вали отсюда Резолюшн. Иди по Хильсе. Не надо здесь геройствовать. Это чревато все же. Догеройствовали до минус 10 тысяч по золоту и 11 по Экспириенсу. Лайн стоит. Лайн пока никто не спушит. Хотя Тавру невероятно больно. И Натс отошел у нас на нижнюю... На центральную линию. Ну пока здесь 4, кстати. 4 в 5 драться поинтереснее. Но Натса никто не видит. И инфы о нем нет. Натс продолжает бежать к своим товарищам. Ну что, поднимает у нас Сайлента. Рассказ Сайлента. Сайлент в колден рейс. Не задувает туда Квенихе. Не задувает в Йоку. Пошел файт. Ульта пошла от Куапы. Лоу хэп Феби. Просто добить Феби. Да хрен ты его добьешь, этого Феби. У него 100 хп. Феби продолжает жить. Виверна уже в Таверне. Резолюшн без маны. Кио гоняется за Резолюшном. Резолюшн в Таверну. Байбэк от Штарм Спирита моментальный. Летит сюда на ТП Резолюшн. Минус 2 уже от команды Импайр. Дальше за маршем. Марш в Таверну. Минус 3 от Империи. Минус к Фене. Где эта дрянь Кио? Кио здесь. Кио должны видеть. Резолюшн прыгает за ним. С хайграунда Йоку наваливает по нему. Поднимает его в ветра. Приземляется на ремнанты. Скорее всего Кио тоже отправят в Таверну. Забирают у него. А Эго это уже минус 4. Плюс потерянная Эго. Просто цеплять Кио. Кио прячется в Мелт. По нему все, что только можно. Сейчас Кио здесь будут просто насиловать. Так Кио тегераут отсюда. Удар по Йоку. Какой же лоха по этому Йоку. Кио пытается отсюда уйти. Резолюшн не отпускает его. Удар из Мелда. Вот это Резолюшн пришел, а. Это просто охренеть, что творится. Минус 2 от Кио. И боже мой. По-моему вполне заслужен. Планировали развалить Темпларку. Это просто жестяк. На развороте 2 Кор-героя отправляются в Таверну. Только потому, что не добили Темпларку. Такой крутой камбэк можно было организовать. А по факту это продолжение эфида Темпларки. У нее 14-4. Что нахрен такое это вообще творится? Кио под Меледик. Фракшн должен быстро с него спасть. Кио развалили. Хорошо уже. Дальше Закфини. Статиклинг в него. В это время Марш начинает напиливать. У Сайлента плюс 196 дамажа. Улетают все отсюда. Но у Марша можно убивать. Айвзу Сторм есть от Сайлента. По идее здесь Марша должны разбить. Сайлент дальше за ним. Подстопили. Ну и все. Марша убивает. Вернется Висп или нет? Нет. Висп улетел. 25-25. Вот это игра. Сердечко аж дергается. 1400 по голде в пользу команды Эмпайр. 4400 по экспириенсу. Ну и Кио убили. Долго конечно. Тяжело убивали. Кио. Лайн продолжает стоять. Даже Тауэр Империи не снесли. И у них такой крутой задел здесь по Тауэрам. Внешний Тауэр команды Эмпайр давно уже отвалили. С Резолюшн на Мидлейн. Пока нет Темпларки. Так. Натс прыгает на Резолюшн. А Колден Брейс сразу в него от Лоха Дэнса. Подкоп. Задувка. Резолюшн пока еще живет. Глимер Кейп Резолюшн. Он прыгает дальше за Фэби. Нашли себе цели. Это наверное правильно. Фэби сам тут такой. В Глимер Кейп и валить отсюда. И Натс. Что за наглость Натс? Что ты себе позволяешь вообще? Резолюшн пытается мансить. У него кстати маловато здесь Регена Маны. Фиксом сейчас Натс достанет до Резолюшна. Все, Хекс пошел по нему. Йоку должен сейвить своего тиммейта. И здесь уже Алоха Дэнс. Натса будут ловить. Каски только в него. Натс лоу ХП. Не прыгает Йоку. Йоку просто отсюда Тэп Аут. Таггер Аут. И напережение на Алоха Дэнса. Флай должен делать Тэп Аут отсюда. Алоха Дэнса будут разменивать все остальные. Просто Тэп Аут отсюда. Флай! Фу, эти два саппорта, а? 27-25. 7500 экспириенс. 8 с копейками. Понятное дело, что здесь сейвили кор героев. Просто, конечно, саппорты постоянно встреют у команды Эмпайр. Как ни крути. Блин, на то они и саппорты. Ничего не сделаешь. 33-я минута. Кио заходит на ХГ. У него уже есть демонедж. У него сейчас будет МКБ. Через тут копейки вообще по голде. Бывается резолюшн на Кио. Рефракшн никак не могут сбить. Здесь Кримзон Гвард. Марш начинает напиливать по Сайленту. У Сайлента есть плейкмейл. Кокос и по Кио. Кио можно попробовать здесь и убить. Сири Сайлент. Лоу ХП. Но Сайлента нет байбека. Если умрет здесь Сайлент, то драться будет без него. Ну, здесь драться уже, в принципе, наверное, и может не получиться. Так, минус 3 от команды Кио. Нет Сайлента. Линию 100% потеряли игроки команды Эмпайр. Второй лайн тоже здесь в очень тревожной ситуации. Ну, и прыгает здесь под оверчарджем. Тепларка с лайном очень быстро будет разговаривать. Йоку кайтит на себя. Пытается как-то хотя бы Кио отвести от центральной линии. У Йоку есть ли Аганин? Да, есть. Но еще 12 секунд у Соник Вейва. 13 секунд до резолюшена. Г, Г, пишет Team Empire. Снесли вторую сторону команды MVP Phoenix. И потерянный первый раунд в данном Best of 3. Команда Empire проигрывает коллективу MVP Phoenix. И у них есть впереди еще две игры на то, чтобы преабилитироваться. Ну, или хотя бы одна, если вдруг они планов таких не строят. Но я практически уверен, что стоит. Окей. Небольшая пауза. 5-6 минут. Далеко не расходитесь. У нас важнейший матч для Team Empire на данном турнире. Они в одном шаге от вылета от корейского коллектива MVP Phoenix.